здравствуйте дорогие огородники многие из вас задаются вопросом стоит ли подкармливать рассаду томатов когда это делать и как так вот сегодня как раз об этом я и хочу поговорить во первых давайте начнем с того можно ли вообще обойтись без подкормки рассады то есть высадить ее в грунт такой который обеспечит питание на всем продолжение роста рассады так вот дело в том что если мы попытаемся сразу необходимое количество удобрений вложить в грунт то у нас будет переизбыток солей в грунте поскольку рассада особенно вот именно молодое растение она способна выдерживать концентрацию солей не больше 1 10 в почвенном растворе то есть если мы возьмем простые вот именно удобрения и с помощью них попытаемся восполнить весь период роста рассады как бы единомоментно то у нас конечно концентрации солей сразу скакнет выше и рассада не будет расти и вообще погибнет но дело в том что сейчас существует уже конечно такие удобрения которые не днемоментно высвобождают все элементы питания то есть концентрация солей может не быть повышенной это так называемые пролонгированные удобрения к ним например относится осмокот так вот с помощью этого удобрения мы можем создать грунт который будет способен обеспечить питанием рассаду на всем продолжение ее роста но чаще всего грунты которые продаются в магазине конечно они не используют подобные удобрения и в чем есть еще и недостаток если мы попробуем одномоментно с помощью даже пролонгирован удобрения создать грунт который обеспечить будем говорить всеми элементам питания наше растение в том что мы не сможем уже в дальнейшем особо влиять в разные фазы роста растения то есть корректировать его с помощью тех или иных элементов питания так вот поэтому на мой взгляд лучше создать грунт который как бы будет и питательным можно даже туда добавлять пролонгированные удобрения но и не в полной мере чуть и уменьшенные дозы и потом все равно делать пару подкорм к рассады что это нам дает во-первых это нам дает еще раз повторюсь то что мы в определенный период можем воздействовать на рассаду добавляя туда нужные элементы питания так вот обычно рассаду томатов подкармливают где-то примерно два раза не больше можно конечно еще сверх этих двух раз и использовать опрыскивание томатов и рассады по листу в основном это все-таки же делают по листу такими препаратами как и пин b1 то есть стимуляторами роста например перед распикировкой вот можно как раз маленькие сеянцы то есть как раз за день до пикировки пройтись и как раз и пинам по листу что это нам даст то есть рассада лучше будет приживаться после пикирования также первую подкормку например под корень уже в основном делают при фазе 2 максимум начала третьего настоящего листочка вот 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 сейчас у меня вот есть для примера рассада примерно такого возраста которую можно сделать первую подкормку 1 подкормка делается конечно желательно удобрениями где преобладает у нас преобладание фосфора для чего для того чтобы у нас сдерживание было вегетативной массы она увеличивалась корневая масса растений то есть увеличивалась корневая система я вот зашел в магазин и поискал примерное удобрение которые можно просто купить у нас в магазине вот это к этим не относится вот нашел в принципе то что было вот у меня в нашем магазине вот пару удобрений вот здравим нашел здесь и содержание фосфора которые преобладают по сравнению с азотом вот поэтому содержание фосфора и калия здесь повышенная и 2 вот такой фертика люкс овощи для тоже рассады вот здесь тоже содержание фосфора превышает содержание азот то есть вот эти два удобрения они будут как раз способствовать развитию корневой системы также у меня есть это я уже приобретал через интернет есть вот такое вот удобрение райкад старт вот эти два это органы минеральные удобрения а это вот чисто минеральные удобрения то есть комплексные минеральные удобрения здесь тоже райкад старт который содержит повышенное содержание фосфора и кроме этого конечно все необходимые микроэлементы но и в этих двух вариантах тоже микроэлементы все присутствуют конечно лучше делать подкормку именно комплексным удобрением то есть не вот каким-то одним чисто фосфором например а лучше комплексным где присутствует и и микроэлементы тоже потому что для хорошего роста рассада они также необходимы особенно в будущем такой микроэлемент как бор нам обязательно потребуется если он есть удобрение это будет замечательно особенно если мы выращиваем на торфяных грунтах в которых именно содержание бора очень низкая если конечно в грунт и мы добавляем уже биогумус вот а чаще всего я вот например создаю грунт и и всегда туда добавляю либо биогумус либо уже похожий на биогумус старый старый разложившийся компост от навоза крупнорогатого скота который тоже по содержанию близок к биогумусу так вот в этом в биогумусе конечно микроэлемент в том числе бора достаточно и будет достаточно даже для нашей рассады вот такие подкормки можно делать вторую подкормку после того как вот мы сделали 1 проводит обычно через две-три недели и когда уже у нас будет порядка 4 5 листьев на рассаде вот вторую подкормку она более даже иногда бывает ответственной чем 1 почему на мой взгляд именно потому что мы уже смотрим по развитию самой рассады здесь здесь вот много разных предложений то есть есть и некоторые пишут что надо также делать именно калина фосфорную подкормку чтобы сдержать вегетативный рост некоторые наоборот пишут что а вторая подкормка уже должна быть именно с увеличением азота для того чтобы вегетативный рост наоборот постараться уже к этому времени увеличить так вот на мой взгляд надо все равно смотреть по рассаде если мы видим что рассада корневая система у нас замечательно а вегетативное развитие очень уж слабенькая то конечно нужно сделать подкормку где будет азот у нас в нужной что называется мире то есть он должен быть в принципе присутствовать присутствовать достаточно если же мы видим что наоборот у нас рассады жирная такая зеленая прямо вот стоит видим что вегетативная масса прямо у нее растет очень-очень хорошо то наоборот ее рост надо сдержать потому что это рассад будет очень хрупкой долго приживаться и может не дать нам хорошего урожая вот как раз вегетативный рост здесь надо будет сдержать и естественно провести калина фосфорную подкормку у меня для этого тоже есть определенное удобрение которые я также приобретал через интернет это фосфит калия именно для этого случая когда идет бурный рост вегетативной массы я всегда его использую можно применять как по листу если надо быстро прямо кардинально потому что подкормка по листу она быстро действует так и можно подкармливать под корень то есть я в основном если мне надо кардинально как-то скорректировать бурный вегетативный рост зеленой массы томатов чтобы она именно не зажирела не рассада не в дальнейшем даже чтобы не зажирела растения то я делаю как подкормку по листу так и под корень тем самым сдерживая рост и в дальнейшем конечно урожай увеличивается далее что хочется сказать дело в том что никакие подкормки нам конечно не заменит хороших условий а именно в основном хорошего освещения если у нас освещение очень плохое то у нас все равно в растениях все процессы будут происходить очень медленно и даже мы применяя удобрение пытаясь исправить это положение плохого освещения будем удобрять мы можем наоборот даже навредить растениям поскольку всасывающие характеристики корней будут намного хуже в процесс фото синдеза будет происходить тоже гораздо медленнее и хуже то есть мы можем просто увеличить резко концентрацию солей еще больше растение будет угнетаться то есть мы вроде бы подкармливаем а у нас свет очень плохой а ничего не происходит растение еще только хилей начинают расти такой тоже может быть поэтому если мы растение подкармливаем то мы должны и обеспечить ему хорошее освещение по крайней мере это точно надо сделать вот на этом пожалуй сегодня все до свидания до скорых встреч